Данное видео будет посвящено видеоредактору Movavi. В этом видео я покажу, как буквально за 5 минут можно сделать нормальный ролик, при этом не обладая никакими знаниями в видеоредакторе и работе с видеомонтажем. Покажу на примере программы Movavi. Для начала установим данную программу. Ставим согласен, установить. Данная программа после установки предложит два вида монтажа. Это новый проект, когда мы самостоятельно добавляем видеоэффекты и работаем с видео. И быстрый монтаж за 5 минут. Снимаем необходимые галочки. Нажимаем запустить. Отличие данного видеоредактора от других, то что очень понятный интерфейс для начинающих пользователей. И он очень будет полезен тем, кто вообще в видеомонтаже ничего не понимает. Хотел бы делать видеоролики, пока не погружаясь в основу видеомонтажа. Выбираем такой пункт, как быстрое видео. Создать видео за 5 шагов с помощью мастера клипов. Данная программа сразу предлагает нам выбрать файл. Выбираем наш файл. Как видим, размер файла 866 мегабайт. Он длительный всего около 4 минут. Файл очень большой, но программа довольно быстро с ним работает. Нам достаточно выбрать файл. Нажать далее. Выбрать тип музыкального сопровождения. Это может быть тема путешествия, семья, романтика. Выберем путешествия. До этого я уже выбирал. Там происходит небольшой процесс загрузки. Программа демонстрирует небольшое слайд-шоу, как будет выглядеть наше видео с первоначальным и конечными заставками. Посмотрев небольшой ролик-презентацию, как будет выглядеть наше видео, нажимаем далее. Так как видео весит 800 мегабайт, программе необходимо какое-то время. Пока программа обрабатывает, мы можем задать начальные титры и финальные титры. Начальные титры напишем и конечные титры. Нажимаем применить. После того, как программа обработала наше видео, нам предлагается посмотреть наш ролик, либо нажать далее. Нажимаем далее. Программа предлагает сохранить наш видеофайл, продолжить редактирование, либо загрузить контент. Если мы просмотрели наше видео, нас все устраивает, мы его сохраняем. Нажимаем сохранить файл. Так как я говорил, что программа условно бесплатная, то есть наше видео сохранится, но на ней будет присутствовать водяной знак, будет сохранение половины аудиофайлов, и срок действия около 7 дней. Но если вам не принципиально на водяной знак, то, думаю, 7 дней вам хватит обработать свои видео, сделанные, допустим, в отпуске, и сделать с них какое-то красивое видео. Программа предлагает назвать наименование файла. Выбираем место сохранения. Можем выбрать качество, которое нам необходимо. В пункт дополнительно мы можем выбрать такое, как частота кадров, битрейт. Но я думаю, не стоит менять эти настройки. И нажимаем старт. Программа какое-то время будет производить сохранение видео. Это заметно буквально 1 минута, а может и меньше. Результат мы можем посмотреть в плейли. Давайте запустим и посмотрим, как выглядит наше видео. Как видим, данная программа сделала за нас наложение музыки, разрезала видеодорожку на разные фрагменты, сопоставила ее со звуковыми файлами, наложила начальную заставку, конечную заставку, и все это буквально сделала в автоматическом режиме. Видео, которое мы добавляли, оно из себя представляло обычное видео 4 минуты, без каких-либо переходов, просто снятие видео в аквапарке. Что же мы получили на исходе? Видео себя представляет с начальной заставкой, с наложенной музыкой, нарезкой видеофрагментов под музыку синхронно. И какой результат получился, мы можем сейчас посмотреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как видим, данная программа буквально, за 5 минут позволила нам смонтировать неплохое видео, причем без каких-либо знаний и усилий. А на этом видео заканчиваю. Все, спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА